Те ребята будут стрелять по 20-30-100 иксов. И в результате вот так и закончится вся эта история глобальная с альткоинами. Вот эта пирамида вся будет сложена приблизительно в конце 2025 года. Коррекция, рост и финит а-ля комедия. И все это вызовет отток из-за валюты, из-за всего. Куда деньги девать? Они понесут их в российские. То есть в 2025 году деньги, которые вы запасете на следующие 5 лет, станут вашей палочкой-выручалочкой. Поймите, что мы входим в фазу окончания глобального финансового цикла и глобальных финансовых взаимоотношений в мире. И в эти годы нужно будет выживать, а не жить. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, самое время для реперимных финансов. Меня зовут Николай, я руковожу консалтинговой компанией и аналитическим агентством. Сегодня мы с вами дадим вторую часть прогноза уже с цифрами, с конкретикой по криптовалютам, рублю, золоту и так далее и тому подобное на конец 2024-2025 год. В первой части мы упомянули основные факторы, если вы этот ролик не смотрели, посмотрите, которые будут влиять на рынок и там мы уже объяснили, как именно себя будет рынок вести. А сейчас уже в конкретику впадаем. Ну давайте начнем с самого святого, с крипторынка. Он для многих сейчас такой надеждой выступает. Во-первых, начнем с вопроса, когда альт-сезон. Альт-сезон уже начался. По всем метрикам это движение идет уже недели две, может даже три уже. То есть где-то с середины октября. Почему? Потому что такое альт-сезон, во-первых. Альт-сезон это вот такое у нас, вообще-то это нигде не официальная, не разовая вещь. Это когда альт-коины растут быстрее биткоина, да, вот если так по факту. То есть биткоин растет медленнее, альт-коины растут гораздо быстрее за счет якобы перетока из биткоина в альт-коин. В 2024-2025 году это происходить уже не будет. То есть из самого биткоина мы вряд ли увидим резкий отток. Мы увидим распродажу биткоин как спекулятивного инструмента. А вот перетока из одного актива в другой вряд ли мы увидим. Почему? Потому что появились, что эфириум и биткоин-етфы. То есть если перетекать и будет, то только в эфир по первости. Ну потому что большие деньги они в фондах. Сейчас в основном в блокроке и так далее, в ETF-ах на биткоины. Ну и соответственно, раз уж это так, то мы не увидим какой-то экспоненциальной пирамиды абсолютно во всех альт-коинах в моменте. Нет. Но альт-сезон это такая штука, в которой очень хорошо читается настроение рынка фундаментального, большого рынка. Например, с NP500, РТС и так далее. Почему? Это рисковый актив. И он первый растет и первый падает. Так вот, альт-сезон вот в эти маленькие капитализации потихонечку в акциях и в альт-коинах уже переток начался. И где это видно? Что я из головы все это принял? Нет. Если вы откроете альт-коины какие-нибудь, ну допустим, малой капитализации, возьмете, просто их выставите по ранжиру. Какой из них растет сейчас быстрее? И посмотрите процент роста в день. И посмотрите на тот же биткоин. Вы увидите, что движение в этих маленьких альтах и в средних уже самое интересное. Оно гораздо более интенсивное. Есть даже целый индикатор такой, чтобы совсем вас убедить. Как раз это о альт-сезоне. Вы можете индикатор альт-сезона найти, его просто забить и открыть, посмотреть. Мы уже в зеленой зоне как раз 2-3 недели. То есть там накопление идет более активное, чем в битке. Биток, он пилится, он в зоне распределения находится. А в этих ребят уже начинают вкидывать деньги. То есть вроде бы, казалось бы, все ждут, когда же из биткоина все побегут. Начнут вкладываться в альты. И таким образом все поймут, что альт-сезон начался. Но нет, все хитро. В этот раз уже все группируются в альт-коины, потому что видят, что там ракета. А биток пока просто не трогают. Он если и будет расти, то очень-очень медленно. Поэтому в этом году мы с вами увидим уникальную вещь. Во-первых, сейчас сложатся, судя по всему, и биткоин, и альты. Но альты уже сложатся меньше. Почему? Потому что начался легкий переток средств. А биткоин упадет, если упадет, то своим зонам поддержки, допустим, к 45. А дальше? А дальше он пойдет, скорее всего, на отскок, на перехай, на легкий. Мы об этом говорили, там, к 90 тысячам, допустим. Либо к хаям, либо легкий перехай. А эти ребята будут стрелять по 20, 30, 100 иксов. И в результате вот так и закончится в августе 2025 года, судя по всему. Ну, может быть, чуть-чуть попозже. Мы сейчас просто взяли как основу этот месяц. Вся эта история глобальная с альт-коинами. Вот эта пирамида вся будет сложена приблизительно в конце 2025 года. Вот примерно этого мы ждем на 2025 год, на 2024, конец 2025. Коррекция, рост и фенит а-ля комедия. Можно сказать, по этому большому рынку, который так много всего обещал своим инвесторам, можно будет, как бы, сказать, что наши полномочия уже все, как и с того моему. Long short, что нам в 2025 году несет рынки в целом? Российский рынок, РТС, допустим, или там индекс Мосбиржи, и американский СНП, допустим, или там NASDAQ и другие. Как я уже говорил в прошлой программе, мы увидим коррекцию. Это со стопроцентной вероятностью. После чего вот этот отскок внутри 2025 года будет весьма такой, ну, позитивный. Что называется, можно будет заработать много процентов. Единственное здесь условие, которое вы должны соблюсти, вы должны будете дождаться именно дна падения. Дна падения вы дождетесь приблизительно к концу первого квартала 2025 года. Там, судя по всему, ставку базовую вот эту вот ФРС, в частности, мы на него будем ориентироваться, заморозят. То есть скажут, мы, допустим, понижать не будем, экономика в равновесном состоянии находится, у нас все хорошо. И это будет сигнализировать о том, что то, для чего эту ставку понижали, а именно падение рынка, которое мы ожидаем, то есть они его уже прогнозируют, оно завершено. И вот где-то в районе апреля месяца, судя по всему, мы должны будем нащупать некий разворот. И в отличие от прошлых годов, когда продавай в мае и уходи, здесь как раз будет прямо противоположная картина, что покупай в конце февраля, в марте, судя по всему, и сиди. Потому что ставку будут, наш прогноз, вы знаете, до 2,5% снижать. Это будет разгонять инфляцию, в частности. И вся эта инфляция, она будет впитываться, в том числе, в рынке. Поэтому, если говорить о рынке РТС, то там с уровня 500, который мы ждем, мы вполне можем съездить на 1500. То есть 2-3 икса сделать. Почему? Ну, совокупно. И окончание военных действий, которое мы прогнозируем, если вы не смотрели в прошлой программе, я это говорил. И, значит, в Украине, имею в виду, и, значит, начало монетарной политики смягчения, в том числе, в Российской Федерации, это начнет происходить. И это все вызовет отток из банковских кладов, перекладывание в российский фондовый рынок. Мы об этом предупреждаем. Введение ограничений хождения доллара на территории Российской Федерации, который сейчас не верит никто в это. Да что, с ума сошел на святое, никто не покусится. Покусятся. Они уже заморозили вам валютные вклады и заморозят вам еще и наличку. Вот, посмотрите. И все это вызовет отток из-за валюты, из-за всего, куда людям деньги девать. Они понесут их в российские акции. Вот, собственно, тут и говорить больше нечего. Поэтому на фондовый индекс это окажет положительное влияние. Вам нужно дождаться дна. Вот мое такое короткое мнение вот в этом вопросе. Что касается рынка нефти, я уже говорил, что мы ждем в 25-м году хая на уровне примерно в 140. А вот после чего рынок нефти, сконсолидировавшись на хаях, судя по всему, поедет в самое дно. Но это будет уже не в 25-м году, это будет, судя по всему, уже позже. Гораздо с 25-го и туда вниз. Я об этом обязательно потом вам выпущу отдельное видео. Рынок золота. Здесь я говорил о том, что мы находимся на хаях. Вот если вы посмотрите, Андрей Верникову давал интервью приблизительно там полтора года назад, как раз или год что-то назад. И как раз говорил, что мы увидим 2 600, короткий откат, 3 000, и после 3 000 мы поедем вниз, уже, судя по всему, там пирамиду переписывать. Вот, там на полторы, допустим. Ну, так вот, в 2025 году мы увидим с вами два движения. Первое, золото, там, вероятно, все-таки дойдет до 3 000. Ну, вот сейчас хаи рынка, жадничать я не рекомендую. Вообще не рекомендую досиживать до самого конца, когда закончится вся эта, там, так, феерия. Инфляция есть сейчас и так далее. Ну, вот, кризисное явление должно будет сложить золото, там, произвести коррекцию. Я прогнозирую, там, падение, ну, допустим, до 2 000, до 1 900, допустим. После чего, вероятно, будет перехай. Может быть, мы дойдем до верхней границы этого значения. Но не больше. То есть, процентов 20 наверх по золоту мы увидим достаточно уверенно после этого падения. Сказать, что глобально только золото, пожалуй, что нет. Судя по всему, будут введены вот эти всякие валюты CBDC по всему миру, и золото, оно отойдет на второй план. Насколько это быстро случится, не знаю, но то, что чисто графически картина выглядит на коррекцию, на мой взгляд, очевидно. Дождавшись там уровней вот этих хаев распродаться и попробовать поспекулировать, в особенности, если вы именно спекулянт, то есть вы играете на разнице цены, то это очень даже гуд. Тоже по серебру. Вот, в частности, я покупал там его, по-моему, в мае, немножко прокатился, вот закрылся здесь сейчас в конце октября, получил хорошую прибыль. Высиживать там какие-то супер-эксы перед надвигающейся бурей я бы, наверное, не стал, и предупреждал, что лучше покупать на вот падении и забирать отскок потом, в 25-м году. Поэтому в 25-й год там хай по золоту пока что смотрится на уровне 3 тысяч. Пытаться выковыривать какие-то более точные цифры мы не будем, поскольку очень сильно поменяется картина рыночная. То есть очень много пойдут в крипту, в золото будут меньше вкладывать, очень много понесут денег в фондовый рынок на отскоке, золото, судя по всему, окажется локально аутсайдером, поэтому здесь делать, в общем-то, и нечего. Промышленные металлы, на мой взгляд, тоже только лишь отскок, и какого-то сногсшибательного роста в 25-м году мы вряд ли увидим, вряд ли. Это будет гораздо позже, уже с началом нового цикла финансового и промышленного цикла. А это сильно позже, друзья. Теперь касаемо недвижимости, облигаций, ну и хедж-фондов всяких. Во-первых, начнем с того, что по недвижимости 25-й год, судя по всему, будет годом роста. В моменте сейчас рынок подсядет на кризисе, но в 25-м году продолжится рост недвижки. Она более инертна, но вот такие вспышки инфляции, она в себя впитывает достаточно неплохо. В рублевом эквиваленте недвижимость вырастет. Однако предупреждаю, что доллар мы увидим в районе 140 рублей в конце 25-го года. Это мой прогноз 130-140. Вот этот диапазон. И это означает, что к концу 25-го года, с началом кризиса, давайте так, даже не ко сроку лучше этот прогноз дать. Не ко сроку. Потому что кризис может начаться и в начале 26-го года, и целый квартал мы будем пилиться в боковике. Вы потом скажете, ага, не исполнился твой прогноз. Нет, мы мыслим трендами. И вот тренд, если начнется в 25-м, хорошо, нет, так в начале 26-го, получается, что недвижимость до этого момента может расти в рублевом эквиваленте и, судя по всему, находиться нейтрально к доллару. То есть в долларе недвижка не вырастет. И это наш такой, на самом деле, большой прогноз. Если говорить не только про, допустим, недвижимость, про коммерческую, допустим, недвижимость, то там тренд понятен на снижение. Поскольку снижается количество малых и средних предприятий в России, и это напрямую говорит о том, что спрос будет падать. Про облигации я бы сказал несколько иначе. Тут как раз наоборот. В моменте из-за понижения ставок, судя по всему, мы увидим начало роста тренда в облигациях. На момент съемок этой программы RGBI 100 мы ждем там ниже, гораздо на уровне, допустим, 60. И только вот там, судя по всему, российские облигации можно будет покупать и то спекулятивно. Потому что долгосрочно, чем рассчитываться Россия будет при такой инфляции, инфляции будет рассчитываться. Смотрите нашу прошлую программу, я об этом говорил. Поэтому для особо людей, которые пытаются на это много заработать, нет. Но для диверсифицирующих свой портфель в долгу и облигации включать на этих уровнях, ну, на мой взгляд, хотя бы логично. Логично. А с американскими облигациями то же самое. В моменте будет хороший отскок, его можно будет забрать. Но сидеть долгосрочно, опять я смысла большого не вижу. До момента, пока индекс DXY, то есть там не проброздит уровень 60 приблизительно, входить в американские облигации я бы, наверное, не стал. Потому что обесценение доллара, которое мы прогнозируем и говорили о нем в прошлой программе, посмотрите. Вы не сможете, соответственно, компенсировать падение инфляционного. По, в общем-то, рынку в широком. Можно поставить такую точку. Хедж-фонды всякие такие, там, Berkshire Hathaway, например, кто хочет вложиться еще куда-то. Да, можно будет попробовать поиграть на отскоке вместе, значит, или вообще просто купить какой-нибудь Vanguard VOO, допустим, или Spider-a-Fond как раз на падении и попытаться на этом прокатиться. Но, опять-таки, вы отобьете в лучшем случае инфляцию. Я бы этим уже заниматься не рекомендовал. Был у меня как-то ролик, что я ухожу из акций там на несколько лет. Да, вот именно так ровно и есть. Спекулировать, да, инвестиции, пожалуй, что. Но, наверное, только в российский рынок. И то только потому, что у вас не будет очень много вариантов выбирать, куда инвестировать. Итак, как диверсифицировать портфель в 2025 году? Здесь нам, на наш взгляд, нужно будет выбирать флотеры. Это облигации российские. На уровне плюс-минус 60 по индексу RGBI. Второе. Можно будет вложиться в золото на уровне плюс-минус 2000. Если мы увидим такую просадку. Впрыгивать в золото сейчас смысла нет абсолютно никакого. Использовать золото лучше будет биржевое. Физическое золото хранить многие годы придется вам. Потому что я говорил о том, что золото будет во флете несколько лет. Поэтому, если покупать золото, то только со спекулятивной целью. И только для диверсификации портфеля. Дальше в акции товаров народного потребления, скажем. То есть, это пищевка, это сельское хозяйство и так далее. Можно будет также в российский фондовый рынок занести. В рынки развивающиеся. Я там потом в 2025 выпущу какую-нибудь программу. Покажу, какие рынки наиболее актуальны. Куда можно будет занести с наибольшей прибылью. С учетом уровня обесценения валют. О котором я говорил в прошлой программе. Как они будут обесцениваться. Я прям наглядно показывал. Итого, если к недвижимости присматриваться только для своей жизни. И 2025 год, по факту, мы объявляем годом отскока. Это год отскока, это не год роста глобального. И мы точно закончим 2025 год в глобальной цепочке вообще всего цикла. И Кондратьевского, и более длинного. То есть, там снижение будет среднесрочное. Депрессия не депрессия, но долгосрочное снижение. Так уж точно. 2025 год станет годом повышения налогов. Годом закручивания гаек по всем фронтам. 2025 год станет печальным для американского рынка. С точки зрения налогов. Для российского еще больше. Во многих странах регуляторика усилится. Кроме того, мы, судя по всему, в этот год увидим отток вкладов. Из вкладов в России и в облигации в Америке. У нас будет ставка вниз. У них, собственно, затормозится и только после 2025 вверх. И поэтому нужно будет грамотно перекладываться. То есть, из банковских вкладов российские облигации как вариант. Как я говорил во флоттеры. Ну и, судя по всему, вам придется иметь дело в 2025 году с прогрессирующей инфляцией. То есть, как я и говорил, нужно будет выбирать точки перекладывания из одних активов в другие. И не только с поправкой на курс валют. То есть, 80-130 российский рубль-доллар. Но и уровни инфляции. То есть, смотреть, где центральный банк ставку понизил. И в этот момент пытаться предугадать понижение этой ставки. И в этот момент, примерно на уровне 60 проджибай. То есть, вот вам прогноз. Вы можете начать какие-то движения. То есть, забирать деньги из банковского вклада. Пытаться переложиться в фондовый рынок. Как распределить, вы уже знаете. По американским облигациям. И мне ничего не нравится. Потому что уровень инфляции, который мы увидим в следующем году. На 2-3 года откинет держателя этих облигаций по доходности. Что, собственно, нехорошо. Скажем так. Итак, у вас есть подробный прогноз на 2025-2024 года. Вы знаете и политический расклад по прошлой программе. И фундаментальный в прошлой программе разобрали. И вы знаете, что делать конкретно по этой программе. Если у вас все еще остаются вопросы. Откройте. Вот здесь сейчас под нашим роликом есть описание. Там все наши ресурсы. Избывшиеся прогнозы. Наш сайт. Куда подписаться. Наш бот умный на базе GPT-4 вам ответит на вопросы. На нашем сайте. В левом уголку заходите. Вы можете проверить наш стейтмент. Заходите, прям забивайте. Стейтмент. И за все квартала и наши месяцы или кварталы. Все время не оправлять. Нравится мне говорить квартала. Прекратите поправлять. Открывайте и смотрите. Какие у нас результаты. И вот на этом сайте мы как раз и будем выкладывать все по ходу дела. Как это будет развиваться. Надеюсь, я был вам максимально полезен. И наша работа не пройдет мимо ваших глаз. Планируйте 2025 год. Вот как год запасания или запаса. То есть в 2025 году деньги, которые вы запасете на следующие 5 лет, станут вашей палочкой-выручалочкой. Поймите, что мы входим в фазу окончания глобального финансового цикла и глобальных финансовых взаимоотношений в мире. И в эти годы нужно будет выживать, а не жить. Зная это, берегите свои ресурсы. Разбавляйте их как только можете. Диверсифицируйте. Последуйте позапрошлой программе. Я вам там давал конкретно, что делать, где что открывать и так далее. Поймите, легкие времена кончаются 2025 годом. И начнутся более-менее позитивные изменения только после 1932, после большой войны. Соответственно, мы с вами должны будем попытаться не просто уцелеть, но еще и на этом и заработать. Любимая моя фраза, да. Гриф «Птица терпеливая». Мы дождемся. Со всеми на связи. И пальчик вверх, комментарий. Учитывая то, что мы с вами участвуем в лотерее, пожалуйста, давайте мы с вами сегодня ее вот здесь сейчас и проведем. Победитель, напоминаю, получает подписку на наш ресурс. На связи. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»